всем привет вы на канале apple jcraft меня зовут юля и я очень рада приветствовать вас в своем новом визуальном блоге который получился спонтанно белым блогом недавно я купила очень красивую пряжу который я вам сейчас покажу купил я пряжу фиджи очень хочется светлого цвета и мне очень хочется жилетку или что-то такое светлого цвета я не знаю конечно хватит ли 5 мотков на жилетку у меня есть сомнения на счет но в принципе может быть я и докуплю еще этого цвета потому что мне он понравился я еще не знала когда покупала каким он будет в реальности я даже специально вчера съездила леонардо чтобы посмотреть каким будет этот цвет но его там не оказалось там был жемчужный который кстати говоря тоже мне очень понравилось он тоже светлый и еще я обнаружила пока искала носочную пихорку во всех ее разновидностях я обнаружила вот такую пряжу я ее честно говоря раньше не видела называется теплый носок и это стопроцентная шерсть вот стопроцентная шерсть упаковка конечно вся испачканная но ладно и в комплекте к этому всему от пихорки самой вышла вот такая носочная добавка это очень мило выглядит такой маленький моточек прям вот малюска такая прям выглядит как моточек пряжи это добавка насочная причем там написано что в комплекте идет совершенно непредсказуемо какой оттенок вот этой именно добавки то есть она могла прийти белой могла прийти серый могла там еще каких-то цветов прийти но пришла к счастью очень похожего оттенка и это здорово то есть в принципе это стопроцентная шерсть которая как как я понимаю очень может легко протереться но за счет того что вот пятку там одну высоку можете добавить вот эту добавочку то она будет более износостойкой к слову говоря утра что такое же точно как и носочные пихорки как из которой я вязала а носочки недавно ну которая тестировала и показывала во влоге я ставлю ссылочку если вы не видели этот влог и вам интересно посмотреть разные насочные пряжи то вот я вставлю вот там тоже такой же метраж 100 грамм 200 метров из наш целых два матка и стоил этот набор вообще как-то недорого я на экране сделаю скриншот покажу как это выглядело сколько стоило а вот этот вот набор вообще просто копейки стоил на мой взгляд 390 рублей заплатила за пачку из 5 мотков и от белый 01 к 10 грамм 1 на . 50 грамм 95 метров то есть такая пухненькая пряжа и 20 процентов мериноса 60 хлопка и всего лишь 20 процентов акрила то есть в принципе она в основном из натуральных компонентов конечно не знаю сколько там уж именно прям меринос но будем надеяться что в любом случае какая-то шерсть на действительно мягкая не как не колкая очень приятная пряжа цвет мне очень нравится я прям точно сейчас закажу себе еще одну пачку а потому что ну просто смешные деньги во первых а во вторых но вдруг мне просто даже на жилет не хватит я просто правда не очень пока представляю сколько нужно на жилет жилет я хочу делать как вот у аппетит нет наверное знаете такой базовый простой жилет лицевой глади просто с обработанными проймами и горлом мне почему-то очень хочется такой же лет не знаю постараюсь его реализовать конечно близится весна уже но мне почему-то все равно хочется может быть я успею хотя у меня проектов довольно много так друзья я сейчас решила посмотреть повнимательнее на этот моточек и изучить как какими же спицами мне нужно будет его вязать и честно говоря я даже удивилась потому что я думала что это не считается достаточно толстенькой но спицы здесь рекомендована 3 миллиметра никак не ожидала если честно думаю что здесь спицы покрупнее рекомендуют но чтобы оставить вот эту вот воздушность текстуры до фактуры этой нити а я думала что должны быть спицы наверное 5 вот хотя бы так а еще я хотела показать вам для сравнения astra премиум воздух и это нить она примерно такого же качества да ну то есть это тоже шнурок и тоже с таким вот ворсом набитым и я решила их сравнить вместе но вот эта пряжа она такая знаете очень легкая воздушная а это пряжа все-таки она знаете имеет вес к слову говоря сравните моточки просто чтобы вы примерно могли себе представить это оба моточка по 50 грамм то есть оба моточка до имеют одинаковый вес но очевидно что вот этот моток намного более пушистый но цвет мне вот этот очень нравится и состав у этой пряжи более натуральный у этой немного менее натуральный состав 42 процента шерсти 42 процента акрила и еще 16 полиэстер как я понимаю это сам шнурок до в которой также плетены вот эти вот нити думаю что я буду из нее сейчас вязать образцы мне очень хочется посмотреть как она ляжет возможно если же в одну нить образец и на спицах более крупного размера чем рекомендованным производителем и так я провязала несколько рядов и во первых у меня случилась авария вот с этими спицами то есть это не совсем авария но это не очень приятная ситуация которая меня немножко удивляет в этих спицах потому что это абсолютно новый набор ади клик который имеет вот такое вот крепление она имеет такую изогнутую форму похожую на джей и вот вы напротив точечки вставляете и поворачиваете и они по идее вставляются я не знаю может быть я что-то делаю неправильно я правда не понимаю в чем причина но пока я вижу она постоянно отпрыгивает она очень легко вот так вот откручивается и разъединяется собственно я взяла образец вязала я образец сначала на лицах нет про пятерки а потом я решила попробовать в одну нить связать на восьмерке это восьмерка и на восьмерке получилось принципе ничуть не хуже как мне кажется у меня теперь сомнений раздумия как лучше делать того что у меня петли выскочили я решила что поскольку это образец нужно уже его распустить наверное но это ади это вообще следующий уровень удовольствия ну достаточно дорогие спицы мне муж подарил их на новый год я очень мечтала о них и была просто счастлива и так друзья я поменяла спицы на проверенные спицы нет про и взяла я восьмерку на восьмерке по моему выглядит все вполне неплохо то есть это не выглядит прям какими-то прям совсем вытянутыми огромными петлями ложится ровненько честно говоря пока я даже думаю что на восьмерке можно вполне вязать так друзья я хочу показать вам свои эксперименты с образцами и после того как я постирала вот этот вот образец это образец на номере 8 не напомню ну на мой взгляд достаточно симпатично смотрится полотно и напомню вам что рекомендованный размер спиц номер три ниточка достаточно пушистенькая на то есть она такая объемная я честно говоря до сих пор не понимаю почему номер три потому что мне кажется что это уж очень плотно решила все-таки попробовать связать на шестерки вот они на семерки точнее данной семерки смотрите я честно говоря не очень-то вижу разницу мне кажется что петли визуально размером очень похоже здесь я кстати вот резинку один на один навязала здесь решила 2 на 2 но она конечно кривоватая выходит чем с резинкой до конца не знаю что делать но и страны она конечно даже держит вроде бы как немножко форму я в раздумьях пока никак не могу решить каком номере спицы мне все-таки вязать единственное что я могу сказать что я не хочу забитое полотно это точный итак друзья сменила тут несколько пар и сейчас я покажу вам что у меня получилось итак это я вязала на семерочки показывал вам в предыдущем подключении это я провязала на шестерочки вот они шесть моих изнаночных пометила дальше провязала еще немного но не сделала такую вот линию и дальше стала вязать на пятерочки мне показалось что на ней у меня тут кривоватые петли получаются и мне это не очень понравилось если честно видно ли вам разницу у прям очень сильную разницу я не вижу полотно похоже по фактуре по петелькам по дырочкам внутри полотна до которые все равно образуется но при этом мне кажется что эта ниточка предполагает вот такой вот эффект воздушности поэтому я не хочу делать откровенно забитое полотно я хочу сделать его оставить эту воздушность и поэтому подобрать спицы хочется оптимальные по размеру чтобы это передавалось итак друзья сегодня уже новый день и даже уже наверное новая неделя все мои эксперименты с пряжей которые я проводила на прошлой неделе помогли мне определиться вот мой образец который был последний и как вы уже наверное успели понять я купила еще пять мотков потому что ну во первых это недорого а во вторых я просто боюсь что мне может не хватить на изделие и сейчас я могу вам уже показать то что я вижу я определилась с тем что я буду вязать и на настоящий момент у меня провязаны не очень много но все-таки кое-что уже есть итак вижу я на спицах номер семь вижу я сразу лицевой гладью я не стала делать резинку потому что мне она здесь не понравилось во всех случаях я решила просто оставить вот такой вот заворачивающийся кончик мне кажется что это вполне симпатично смотрится и решила я сделать ажурный джемпер с ромбами здесь у меня идет два по переду рапорта о 2 ромба то есть каждый рапорт ромба сразу ну и я добавила еще как по 2 рапорт так скажем то есть один рапорт на самом деле он сразу из двух ромбов состоит я их решила уместить на спинке на переде и на спинке то есть по две штуки а между ними мне пришлось довольно прилично сделать количество петелек здесь во первых начало ряда во вторых подрезы и вижу я по приложению в уме которая рекомендовала настя с каналу анастаси с inspiration мне это очень понравилось стало интересно я решила попробовать во первых по нему связать а во вторых просто ну узор там никакой не дается да там просто сделаны расчеты на изделия исходя из ваших параметров и исходя из вашего образца и дальше система вам считает сколько петелек вам надо набрать сколько вам нужно провязать вверх до первых каких-то убавок да там до разъединения на проймы на верхнюю часть какие делать подрезы точнее подрезы мы вяжем уже сразу изначально они собственно входят вот в эти вот петельки которые отмечены у меня маркерами по бокам вот и дальше уже будет более понятно я надеюсь что через некоторое время я смогу хотя бы провязать первый ромб и уже показать вам что у меня получается чтобы это было более понятно визуально хотя бы что это за узор и так друзья всем привет я продолжала некоторое время работать над своим джемпером и в общем у меня на самом деле не совсем есть удовлетворенность всем происходящим потому что я сравнила я положил его на тот свитер который меня в принципе полностью устраивает по размеру но это свитер из h&m из масс-маркета он ненатуральный мне в какой-то момент понравился этот дизайн и кстати я его ношу больше всего потому что у него очень классная теплая уютная горло высокая растягивается как бы по по всему горлу и в нем очень уютно выходить на улицу даже без шарфа я люблю когда все так достаточно компактно потому что когда ты накручиваешь еще и шарф сверху это очень много всего вот и в общем конечно ажурный джемпер наверное это не совсем похожая история но как бы там ни было он тоже мог бы быть чем-то подобным но вот у меня проблема такая что посмотрите с этой страны вот эти как раз таки подрезы которые должны были быть подрезами они просто какое-то гигантское здесь расстояние занимают из этой страны то же самое вот так сниму сейчас чтобы это было понятнее разложила опять все на кровати извиняюсь что такой непрезентабельный вид но вот как как получилось в общем мне не очень нравится пока к сожалению что такая вот ширина огромная и я опять же напомню что я вижу по приложению в уме и я загружал туда параметры своего образца как-то надо в 10 сантиметров указать высоту и ширину количество петелек и вот как-то не знаю то ли я что-то неправильно посчитала то ли система не совсем правильно но что интересно потом там в этом описании еще и прибавки идут на плечи то есть плечи делаются это оверсайз модель и в этой модели оверсайз когда вы доходите до пройм вы разделяете полотно и дальше у вас начинаются по передней части насколько я успела понять по описанию прибавки на плечевой скос вот и честно говоря в данном случае ну проще вообще тогда мне кажется не делать уже никаких прибавок вязать по прямой довязывать до этого места и дальше делать просто плечевые скосы но мне так кажется я конечно не знаю но в общем целом конечно симпатичный узор симпатичные ромбики получаются все здесь мне в целом нравится кроме того что он безумно огромный я не знаю честно говоря как быть буду думать пускать или оставлять или вязать все-таки из-за этого жилетку ниточка все-таки не очень толстая кстати да вижу я по-прежнему на номере 7 ниточка не толстая я здесь уже несколько раз меняла точнее присоединяла нитку то здесь у меня третий клубок сейчас пошел вот этот третий я только что прикрепила и я заметила еще такую особенность что эти нитки оказались все разные в общем здесь нет бирочки но в общем одна партия оказалась сентябрьской другая партия ноябрьской и у меня 5 мотков получается сентябрьских 5 ноябрьских первую часть я провязала сентябрьского я даже вот видите никакие нитки не убираю ничего не режу потому что я не знала как она в итоге получится возможно я буду распускать и вот здесь я присоединял ниточку соединяю я их с помощью иголки я протаскиваю в следующую нить ну или там одну в другую короче говоря с помощью иголки просовывают и шнурок я в шнурок просовываю ниточку и собственно так соединяю дальше надо было бы обрезать но поскольку я не была уверена что у меня будет получаться хорошо я не обрезала по идее здесь два оттенка они немножко ну заметно что они разные так немного так вот сейчас непонятно где и что вот в общем у меня есть сомнения я немного огорчена что так широко получается наверное не нужно было брать модель oversize наверное нужно было брать какую-то классическую модель и вязать собственно классическую модель так что мне кажется что я все это в итоге распущу и сделаю из этого наверное тот жилет который я хотела сделать а может быть и нет в общем какие у вас мысли на этот счет поделитесь ну что ж друзья хочу записать вам небольшой фрагмент и показать чем же все закончилось точнее что я начала я очень хотела чего-то светлого у меня ничего не получилось ну по крайней мере пока мне ничего не получилось и не решилась с джемпером из пряжи fuji и я решила сделать быстрый проект который меня порадует мне очень нужна была белая шапка я давно о ней мечтала я хотела сделать шапку за буквально там наверное два дня ну такую быструю шапку которую будет крупной вязкой и стравизации и очень удобно носиться чем-то вот что у меня получилось я использовала все-таки пряжу концепт бой катя а natural colors и картопу мелан швул в итоге вяжу я эту пряжу в две нити я их перемотала на моталке получились такие очень симпатичные кейки и использую в одну ниточку пряжу альпака от кати такое мне сочетание выглядит сейчас полотно вот таким вот образом тут конечно не очень пока понятно я здесь делала такой знаете поворот когда провязывала лицевые петли в самом первом ряду чтобы был эффект закругленной резинки набранный фабричным образом и здесь у меня фиксированный отворот то есть я заменила петли поменяла местами и по идее при отвороте должно быть более ровно и удобно и полотно то есть оно должно легко отворачиваться так это метод волосы мопса вместе с альпакой в общем полотно должно так вот отворачиваться и фиксироваться и я хочу в этот раз попробовать так ну собственно в отличие от той шапки я сделала вот этот набор по-другому точнее набор он обычный просто когда вы первый ряд провязываете вы лицевую петлю провязываете подхватывая ее снизу оборачивая вот так одевая снова на спицу провязывая лицевой а изнаночной как обычно и тогда у вас получается вот такой вот красивенький закругленный край я сделала для того чтобы при отвороте чтобы у меня точно везде было красиво то есть одинаково так скажем да то есть при любом варианте все будет примерно одинаково ну и плюс петельки тоже лягут симметрично вот такой проект и я решила реализовать вместо того белого проекта мне очень хотелось светлого поэтому я решила реализовать вот такой вот проект да я вижу я на спицах номер 10 40 сантиметровых как вы видите это удобно в принципе быстро но вязать не всегда легко тем более что здесь три ниточки да то есть их надо все время контролировать что ты захватываешь все эти нити потому что есть шанс какую-нибудь из ниточек не захватить или захватить не полностью ну в основном конечно альпаку да потому что она такая немножко тоненькая по сравнению с другими и не всегда это удобно иногда бывает что захватите и не очень удобно и получается что может остаться одна из нитей на обратной стороне но я стараюсь всегда проверять все ли на месте нити и вроде бы таких я проблем пока не заметила вот я надеюсь что после стирки она немножко разровняется петельки станут одинаковыми вот такой проект я решила реализовать ну а с тем проектом я подумаю и буду благодарна вам если вы напишите в комментариях что-нибудь что думаете вы относительно свитера джемпера из пряжи fuji но я пока обдумываю все таки что скорее всего я все это распущу и наверное все таки попробую связать жилетку похожую на жилетку петит нет на более крупном размере спицы наверное в две нити я думаю что это будет проще и с учетом того что мотки из разной партии я буду совмещать сразу два две партии в одном вязании то есть каждый моток буду брать соединять их вместе и вязать собственно в две нити от двух мотков я думаю что цвет получится однородным во первых во вторых посмотрим конечно хватит ли этого вот тут еще тоже есть такой момент опасный может не хватить вот такие вот у меня новости и я думаю что на этом можно заканчивать видео спасибо что были со мной спасибо что посмотрели этот немножечко такой белый влог я надеюсь что вам было интересно об этой пряжи вы узнаете на самом деле в следующем видео скорее всего потому что я заканчиваю уже немножечко позже уже сходив на шерстяной базар вот эта пряжа у меня появилась немножко такой небольшой спойлер о том что я купила в общем ждите следующее видео там вы узнаете об этой пряжи увидите ее я надеюсь что следующему видео это шапочка у меня тоже будет готова пока пока до новых встреч и и Субтитры создавал DimaTorzok